В свой профессиональный праздник сотрудники Управления гражданской защиты приходят в школы, участвуют в уроках безопасности жизнедеятельности. Но одной теорией такие визиты не ограничиваются. Мы привлекаем еще и наших спасателей, то есть для популяризации, то есть для мальчишек очень будет интересно посмотреть, какое оборудование имеет у нас городская служба спасения, то есть она у нас является передовой в Пермском крае. Ребята с любопытством наблюдали за работой оборудования, при помощи которого спасают людей, попавших в беду. Такие специализированные приборы увидеть вблизи и взрослым не всегда удается. А кому-то довелось и амуницию примерить. Специальные сапоги с металлической вставкой в подошву, огнестойкий костюм, шлем, дыхательный аппарат, ремень. Все это помогает сохранить и жизнь, и избежать серьезных травм в работе. Кстати, спасатель должен одеться за 21 секунду. А пока школьники без спешки примеряют костюм спасателя и на деле понимают, что эта ноша не из легких. Сейчас ребятам демонстрируется работа пожарного шланга. Его длина 60 метров, и он может тушить как загоревшуюся машину, так и высотные пожары. То есть до девятого этажа он дотянется, и там, если что, потушат. Расскажи, клевая брызгалка? Да! Прикольная! Понравилась работа спасателей? Да! Эта красная газель, которая уже 8 лет спешит на помощь горожанам, оснащена так, чтобы выручить попавших в любую биду, в любое время года и в любых условиях. Буквально несколько смен назад этот расчет вытаскивал из глубокого колодца собаку, перекусывал кольцо на пальце пенсионерки. А еще спасатели с тревогой отмечают рост числа неприятных ситуаций с молодыми или нетрезвыми людьми. В управлении гражданской защиты уверены, что такие встречи и общение со спасателями полезны для подрастающих поколений. Хотя бы даже потому, что номер 112 в случае экстренной ситуации им известен как «дважды два». Эти мальчишки узнали, что не только полиция и служба и опасна, и трудна, что гражданская оборона – это отлаженная и эффективно работающая система, оказывающая экстренную помощь при возникновении форс-мажорных ситуаций. А в завершении встречи ребятам рассказали об организации передвижных пунктов питания в случае чрезвычайных ситуаций и угостили горячим ужином сладким чаем. Жители города могут не сомневаться, в случае чего помощь придет. Антон Старостин, Сергей Зибзеев, телекомпания Соль ТВ.